Хочу есть! Я проголодалась! Что я слышу? Кто-то хочет есть? Шеф-повар всегда придет на помощь! Никто не накормит мою внучку так же вкусно, как родная бабуля! Уже бегу! Сестренка, ты хочешь есть? Я тебя спасу! Я проголодалась! Хочу что-нибудь вкусненькое! Давайте начнем с простого! Приготовьте мне картошку фри! Запросто! Будет сделано! Как раз хотел научиться готовить! Пока все чистят картошку, я лучше приготовлю масло! Его, кстати, много не бывает! Ну что, масло почти закипело! А это значит, что самое время высыпать туда готовые ломтики картошки фри! Нет! Стоять! Ой! Оно брызгается! Горячо! Помогите! Ты что творишь? Из-за тебя нас чуть не обстреляло кипящее масло! Масло нужно лить со всей осторожностью! Тогда картошечка поджарится равномерно! Ничего трудного! Окей! Картошка фри готова! Осталось только немного добавить соуса! Фри! По-моему, это обычная жареная картошка! Вот я приготовила настоящую картошку фри! И это еще не все! Сейчас я из обычной картошки сделаю настоящий деликатес! Мне понадобится бекон, соус... И, конечно же, душистый розмарин! Какой аромат! Точно! У меня еще не все потеряно! Почему бы не воспользоваться мармеладной картошкой? Говорят, что если макать его в клубничный сироп, то будет еще вкуснее! Вот это да! Начну пробовать с картошки посередине! Бабуля, это очень вкусно! Ой, фу! Я терпеть не могу розмарин! Простите, госпожа повар, но мне не понравилось! А вот идею с мармеладной картошкой я оценила! Теперь я даже не знаю, кого выбрать победителем! Пусть будет бабушка! Ура! В этот раз задача посложнее! Вам нужно приготовить суши! Каман! Будет сделано! По лучшему рецепту! Суси? Шуси? Да уж, в деревне понятия не имеют о том, что такое суши! Да я сейчас такие суши забабахаю, что вам и не снилось! Обычные суши — это скучно! Другое дело — суши из разных конфеток! А начинкой будут вкуснейшие взбитые сливки, мармеладные глаза и мишки Хариба! Красота! И, конечно, нельзя забывать про шоколадный сироп! Интересно придумал! У меня тоже совсем скоро будут готовы суси! Главное — аккуратно повторять за шеф-поваром! Но пока ничего сложного! Ничего сложного? Вот и посмотрим, какие отвратительные суши у вас получатся! Соус добавлять и я умею! На это вообще особого ума не надо! Как это называется? Авокадо? Самое главное — все скрутить ровно! У вас, бабуля, уж точно не получится! Ну вот, идеальные суши готовы! Какой ужас! Я не думала, что эти ваши суси такие уродливые! Самое время обернуть суши в лосось! Главное — не пожалеть рыбы! Нарезать ее толстенькими кусочками! И нельзя забывать про соевый соус! Рыба, говорите! Хорошо, будет сделано! Готово! Надеюсь, получится вкусно! Ничего себе! У повара, конечно, суши выглядит более привлекательно! Но я придумала оригинальный выход из ситуации! Почему бы просто не приготовить суши из огурца? И вкусно, и полезно! Оу, верстка! Это еще почему! Огурец — идеальная заготовка для суши! В него нужно только побольше риса затолкнуть! Совсем не аппетитно! Погоди, это еще не все! Ну вот, смотрите, какая красота! Это еще что такое? Никогда не видела суши из огурца и риса! Нет уж, эту гадость я даже пробовать не буду! А вот сладкие суши я попробую с удовольствием! Ура! Ого! Вкусно, но совсем не сытно! Остался последний кандидат! Вот они, настоящие суши! И на вид, и на вкус! Госпожа-повар, вы победили! Спасибо, но это было очевидно! Надеюсь, вафлю может приготовить каждый из вас! Я слышал, что начинать нужно с теста! Думаю, с ним у меня проблем не будет! Добавим сахарку для сладости! Немножко перемешаем! Класс! А теперь добавим муку! Ой-ой, кажется, что-то в нос попало! Вот тебе и вафля! Ничего страшного, продолжаем! Ого, я высыпал целую пачку! Ну, наверное, так и надо! Осталось только хорошенько размешать! Теперь мое готовое тесто нужно заливать в вафельницу! Это будут самые вкусные вафли в жизни моей сестренки! О, да! Тесто получилось вкусным! А главное, без яичной скорлупы! Надеюсь, из него получится достойная вафелька! Все добавили сахар, но я-то знаю, что сахар вреден! Так что вместо него я добавлю кабачок! Даже не так! Я сделаю вафлю из кабачка! Мне понадобится натереть его на мелкой терке! Готово! А теперь добавляем яйца! И, конечно же, муку! Хорошенько все перемешиваем! И добавляем зелени для вкуса! Звучит противно! Зато такое тесто гораздо полезнее вашего! Вот теперь его можно и в вафельницу залить! И не забываем засечь время, чтобы вафелька не подгорела! Да, время засечь – это правильная мысль! Ой! А я-то время не засек, и моя вафля сгорела! Горячо-то как! Ну ничего! Ее не очень приятный вид я скрою с помощью взбитых сливок, ягод и шоколадного сиропа! Ну, получилась же красота! А я свои вафельки по традиции полью кленовым сиропом! Кусочек сливочного масла тоже не будет лишним! Какая вкуснятина! А я свои без того полезные вафли украшу полезными травами! Не терпится попробовать! Начну вот с этой! Ой, эта вафля какая-то пережаренная! Такое я есть не буду! А это что? Эти вафли со вкусом травы и кабачка! Ненавижу! А вот это явно что-то вкусное! О да! Именно то, чего я и хотела! Бабушка, ты побеждаешь! Ура! Не зря я так старалась! Напоследок я хочу выпить кружку вкусного кофе! Окей! Будет сделано! Расплюнуть! Мне в голову пришла просто гениальная идея! Горячий кофе – это скучно! Сегодня в моде холодный кофе! То есть фрапучино! Нужно закинуть побольше льда в большую кружку! А потом добавить вкуснейшего шоколадного сиропа! И, конечно же, нельзя забывать про сам кофе! Он у меня, между прочим, из Старбакса! А еще коктейль из шоколадки Твикс явно не будет лишним! Его я немного взобью и использую вместо молочка! А я, пожалуй, приготовлю более классический вариант кофе! Растворимый! Я знаю, что моя внучка такой любит! Ну вот, думаю, достаточно! Добавляем взбитый коктейль, а сверху украшаем взбитыми сливками! Остались последние штрихи! Печеньки Оруа и палочка Твикс! Ну и, конечно же, трубочка! Ох, дилетанты! Ну что, пришел мой черед готовить настоящий кофе! С помощью весов я отмерю нужное количество зерен! То, что нужно! Теперь с помощью ручной кофемолки я измельчу их до необходимой консистенции! Смотрите и учитесь! И вот только теперь я залью кофе кипятком! Что, кофе и правда так готовится? Прекрасно! Теперь я налью кофе в чашку! А молоко для кофе я тоже буду взбивать вручную! Про правила подачи тоже не нужно забывать! Смотрите, какая красота! Вау! Начну с кофе посередине! Бабушка, я этот кофе всегда узнаю! И пора признаться, что он мне совсем не нравится! Окей! Вот этот кофе выглядит приятно! Вкусно, но немножко горьковато! Остался последний кандидат на победу! О, вот это реально круто! Братик, в этом раунде побеждаешь ты! Да, наконец-то! Размялись, а теперь за дело! Хочу бургер! Справитесь? Естественно! Все, что пожелает моя малышка! Это должно быть несложно! Бе, фарш! Забирай его, бабуль! Я начну с булочки! У бургера должна быть булочка снизу и булочка сверху! А посередине что-то вкусное! Например, нутелла! А почему нет? Сладкий бургер почти готов! Это уже ни в какие рамки не лезет! Да ладно вам! Смотрите! А теперь в ход идут маршмеллоу! Попробуем! О, да! То, что нужно для сладкого бургера! Добавлю побольше! Никогда не видел более нелепого рецепта! Положу несколько маршмеллоу на булочку! Красота! Да! Пора показать вам, что такое настоящий бургер! Никакой нутеллы и сладостей! Главное в бургере – это котлета! В этом я с вами полностью согласна! Сначала сделаю небольшую тевтельку и положу ее на сковороду! Вот так! Посмотрите, какая хорошенькая! А теперь прижму лопаткой! И главное – не забыть перевернуть! Постойте, а что за запах? Кошмар! Спокойно, бабуль! У меня все под контролем! Чтобы маршмеллоу были еще вкуснее, их надо было поджарить! И горелка в этом деле лучший помощник! Осталось только добавить мармеладные ленты и накрыть верхней булочкой! Вот и все! Мой бургер готов! Не называй булочку со сладостями бургером! Не могу это слышать! Сейчас я покажу тебе, что такое правильный бургер! Кроме сыра в него нужно добавить бекон, который я предварительно обжарю на сковородочке! И, конечно же, чем больше слоев, тем вкуснее! Та-дам! Готово! Встречайте, самый роскошный бургер в мире! Мя-ми! И правда, получилось внушительно! Но традиции не превзойти ничем! Вот он, мой бургер-победитель! Какой аромат! Остался последний штрих! Немного карамели сверху не помешает! Ну вот, другое дело! Аппетитнее не придумаешь! Посмотрим-посмотрим! Ого, какой большой бургер! Ой, и очень вкусный! Однозначно претендент на победу! А здесь у нас что? Неплохо! Но на вкус обычно! Я такое вчера ела! О, а это что-то новенькое! Ого, сладкий бургер! Я чувствую нутеллу! И мармелад! Отличная идея, братик! Но все-таки побеждает бургер шефа! Поздравляю! Приятно, хотя и не удивительно! Вы готовы к десерту? Я да! Хочу печенье! Проще простого! Сделаю, как ты любишь! Запросто! Как там? Нужно раскатать тесто, да? Ха-ха-ха-ха! Внучок! Перестань издеваться над тестом! Оно ни в чем не виновата! Смотри! Нужно взять скалку и осторожно раскатывать! Вот так! А затем нужно вырезать из теста кругляшки заготовки! Видишь? Ну не знаю, бабуля, это как-то скучно! У меня есть идея получше! Не буду заморачиваться, одного кружка хватит! Лучше как следует позаботиться о начинке! Насыплю ММД и будет шикарно! А теперь можно и в духовку! Можно, да! Но смотри, не ошпарься! А мои печеньки уже подрумянились! Какие красавчики! Да бросьте, бабуль! С таким печеньем вам в этом раунде точно победы не видать! К тому же я придумал кое-что особенное! Руки вверх! Да ладно вам, расслабьтесь! Просто кулинарная шутка! Так вот, вместо скучных печенек я сделаю потрясающий пряничный домик! Я выпек несколько деталей, а осталось только скрепить их между собой! Вместо клея я использую вкуснейший крем! Ну вот, почти готово! Сахарная пудра выглядит как настоящий снег! А это завораживает! Ох, милок! Твое печенье, оно горит! Скорее доставай! Ну и запах! Это точно не аппетитный аромат! Ну и видок! Что приготовил угольки? И я должна это есть? Ни за что! А вот это уже интереснее! Целый съедобный дом! И такой вкусный! Здорово придумано! Так, нужно попробовать оставшееся печенье! Аппетитненько! Аппетитненько! Кому же отдать победу? Пряничный домик победитель! Никто и не сомневался! На этот раз я хочу наггетсы! Как всегда нет проблем! Сделаем! Бабуль, не спать! Я что-то пропустила! А, готовим курочку, поняла! Не просто курочку, а наггетсы! Знаю, знаю! Нужно налить на сковороду масло и нагреть его! Бабуль, да ты просто шеф-повар! Дай-ка мне маслице! Уверен, я с ним справлюсь! Эй, почему не наливается? Ну давай! Ой! Да уж! Не этого я хотел! Теперь тут целое море масла! Сделаем вид, что так и должно было быть! Ох, ну ладно! Мне пора заняться готовкой! Нарежу куриную грудку на небольшие кусочки! Теперь нужно сделать панировку! Сболтать яйца, а в другую миску насыпать немного сухариков! Затем поочередно опускаем куриные кусочки сначала в яйцо, а затем в сухарики! И отправляем на сковороду! Вот какая замечательная румяная корочка получается! Бабуль, так аппетитно! Невозможно устоять! Ай, горячо! Мои пальцы! Давай подую! Ну как же так, внучок? Лучше! А нечего было совать пальцы в раскаленное масло! И вообще не отвлекайте меня от кулинарного искусства! Я решил добавить немного роскоши! Поэтому мои наггетсы будут золотыми! Блюдо готово! А что же делать мне? Знаю! Сырые наггетсы продаются в каждом магазине! Они и так вкусные, но я их улучшу! Добавлю сыра! И чем больше, тем вкуснее! Чтобы не испачкать руки, нанизаю наггетс на шпажку и окуну в сыр! Как там делала бабуля? Сначала окунаем в яйцо, а потом в сухарики! Но вместо них у меня будет кое-что покруче! Читас! Супер! Идеальная панировка! А теперь можно и пожарить! Главное не забыть обжарить с двух сторон! Я считаю, что это идеально! Я все равно не дам тебе меня обойти! У меня есть кое-что для эффектной подачи! Мой секретный ингредиент! Внучок, что это? Без понятия! Теперь посмотрим, кто кого! Каман! Что у нас тут? Наггетсы на палочках? А это что, чипок? Круто! А тут что? Вау! Такой дымок! Очень красиво! Золотые наггетсы я никогда не пробовала! Неплохо, но можно было и получше! Осталось попробовать вот этих красавчиков! Объеденье! Даже не знаю, какие выбрать! А нет, знаю! Вот эти самые вкусные! Да, ну наконец-то! Я победитель! Пиши в комментариях название своего любимого блюда, и может быть именно его наши герои приготовят в следующем кулинарном челлендже! Скоро увидимся на Парара!